Можно я ударю? Разочек. Классическое дерби. Локомотив-торпеда. Сегодня сколько забьем? Давай, давай, сколько? Шесть. Самый лучший коллектив — это наш локомотив. Вы лучшие! В плане медики и дзюбу, наверное, никто не переплюнет. Артемочка, привет! Я наконец смогу тебя обнять! Ладно. А, я думала, это проще! Смотри! Здесь просто очень хорошо, поэтому мы здесь. Какие планы на отпуск? Добрый день, друзья! Я Ирина Подшебякина. И сегодня мы покажем вам последний день матча игрового сезона «Локомотив-торпеда». Нас ждет яркое промышленное дерби. Железнодорожники против автозаводцев. А также интересная развлекательная программа перед матчем. Давайте поскорее уже начнем. Не терпится все увидеть и показать вам. Вам плохо. Попробуйте сегодня. Плох у нас действительно шикарнейший игрок. Расскажи, пожалуйста, о развлекательной программе на сегодняшнем матч-дейке. Во-первых, потрясающая зона от «Фунбэк». Все уже проникли с темой «Тедриса». Кто-то посмотрел фильм? Никиты, привет! Конечно! Никит, привет! Привет! Да, кто-то просто понимает, что… О, классика! Классическое дерби! «Локомотив-торпеда». Плюс красивый слоган. Все сложится, а? Такое, видишь? Фильм философский. Кому ты придумал и рекламируешь! Нет, мне понравилось. Я не знаю, кто придумал. Кто придумал? Молодцы! Молодцы! Все, кто уже любит. То есть есть кто-то, кто приходит с «Фунбэ» играть. Кто каждый раз. Кто сделает аквагримчик. Ну и, конечно же, плов. О котором мы уже говорили. Он рекламировал на сцене. Ребята ждали. Каждый домашний мальчик приходит, говорят, так мне, пловчик, вот прям свеженького. Лучший плов у нас. Это я согласна, вы на выпуске пробовали. Ну и, конечно, концерт. GSPD и Dead Blond выступают для вас. Мальчика на девятке еще не было, еще послушаем. Это твоя любимая песня. Третья по любимости, да. Я же всем сердцем как раз зеленый, поэтому тут дерби. Я помню матч с «Торпедо». На самом деле это был год, наверное, 2000, не помню какой. Но мы точно играли в «Лужников». Был «Панов». Там был, может быть, даже «Лебеденко» еще играл тогда. Вот. И матчи, конечно, были лютые. Я помню в «Метро». Драки? Нет. Зачем драки? Болельщики, которые так посмотрят на тебя, а ты в шарфик едешь такой гордый. Мы ждем следующий сезон, там будет вообще огонек. И самое главное, самое главное – абонементы, ребята, уже в продаже. Скидки отличные. Приобретаем на сайте, в магазинчике. Подтверждаю. И это очень важно. Следующий сезон прям будет очень крутой. Смотрите, дождь почти закончился. Честь вас. А второй, может, сразу забьют. Все. Ок. Если с первой попытки, я отожмусь. Я отожмусь. Сколько? Давай. Десять? Серьезно. Мне потом футболку надо будет переодеть. По-моему, десятый. Ну ладно, еще один. Все. Это не я играю, если что. Пока я не знаю, как играть. Ты хотела? Артемочка, привет! Я наконец могу тебя обнять. Как дела? Впервые я вижу неразговорчивого Артему. Вы же его потом отдадите Артему. Нет. Все. Артем, заберешь потом. Пишка такая, что нужна майка для того, чтобы ты у нас был в игровой футболке. Так что придется ее где-нибудь найти и подарить. Понял? Пользуемся связями. Ау! А я с подарками? Какими? Какими? Я уже звезда. Подожди, кто в тот раз был? В тот раз был Зюго. Ну, нормально. Нормально я после Дзюба, теперь моя. Моя картина теперь есть. Какой прогноз на матч? 4-0. 4-0. Нормально. Нормально. Главное, что на Ире есть, да? У меня полка дома лежит. У меня там практически всего состава. Серьезно? И они все расписались? Да. Как удалось это? Это после Химок было. Стоял под дождем. Да, 2 часа. И ты замерз, но все равно добыл эти все росписи. Блин, ты красавчик. Преданный болельщик. Спасибо тебе. Да, сегодня сколько забьем? Давай, давай, сколько? 6. Мне нравится. А ты как думаешь, сколько? Покажи на пальчик. Сколько забьют? 2? 2. А если он с прогнозом выиграет? Давай, надеюсь. Я теперь за тебя болеть буду сегодня. Давай 5. Хорош. Пока-пока. Пока-пока. В протяжении последних матчей Локомотив достаточно хорошо играет. И очень отличаются такие игроки, как Изидор, Тикнизян работает, Паша ты на… Хотя его в том году не очень любили. Ну да, но сейчас он поднажал. Особенно во втором круге. И в защите, и в атаке он прям, грубо говоря, можно и так сказать. Самый лучший коллектив – это наш Локомотив. В Брянской области. А ты за мной болеешь за Локомотив? Лет 12. Почему так? Потому что лучший коллектив – это наш Локомотив. Я бы не познаю Локомотив. Подышу талантом. А кого-то сутболиста знаете? Ну, в плане медийки дзюбу, наверное, никто не переплюнет. А так, ну, Гильермо… Я Сергея Пеняева знающий. Ну ничего себе, нормально. Сейчас еще с новыми познакомитесь. Да, с новыми. А как вы думаете, для футболистов вообще, вот ваши треки? Они же по-любому их слышали, слушали. Как думаете, какая музыка больше подходит именно на футболистов для того, чтобы они вот заводились и выходили на матч? Кому-то нравится. У Арины мальчик на девятке, может послушать, покайфовать. Кому-то мои боли такие, ух, чтобы как раз в спорт режим подтянуться. Да, да, да. У нас такой симбиоз. Мужики, болельщики, любят обычно и такую музыку, заряженную, бодру. И одновременно им нравятся милые девочки, как я, которые поют сладкие песенки, и они кайфуют с этого. Поэтому у нас все есть. Поэтому на вкусный цвет будет все, да. Деничка, Деничка в эфире. Спасибо. Меня зовут Леся, я видеорежиссер. Скажи мне, пожалуйста, как давно ты работаешь и почему такая профессия? Мы сегодня пытались вспомнить, как давно мы здесь работаем, и это явно что-то раньше, чем 2015 год. Здесь просто очень хорошо, поэтому мы здесь. Ну, у тебя очень хорошо или здесь именно за этим столом? Да. За что ты отвечаешь, что ты делаешь? Расскажи про мне. Все, что вы и зрители видят на экранах стадиона, это все проходит через это аппаратную. То есть все рекламные материалы, вся видеокартинка, сигналы от мачетовая, сигналы с наших камер, которые операторы работают по залу и показывают зрителей. Это все идет через это аппаратную, все идет через мой пульт, через нашу систему. Собственно, мы здесь, чтобы выполнять и какие-то регламентные штуки. То есть реклама, там видеокартинка, ну и чтобы самое главное радовать зрителей. А, это вот эти, когда эмоджи показывают. Да, когда эмоджи показывают. Это ты вылавливаешь, можно сказать. Да, да, да. То есть это мои операторы и, собственно, я. Мы работаем в связке. И вообще, когда видите зрителей на экранах, это все делаем мы. И когда они целуются тоже. И когда они целуются тоже, обязательно. Сомневый момент. Что самое сложное в твоей работе? Не увлекаться матчем. Это очень сложно. Это очень сложно. Потому что моя работа не смотреть за игрой. Моя работа смотреть за залом, за зрителями, реагировать на них, а не на то, что происходит на поле. И если я увлекаюсь именно самим матчем, самой игрой, самими игроками, это уйдет меня, собственно, от того, что нужно. Потому что зрители, пришедшие на стадион, они и так видят то, что происходит на поле. И хочется их порадовать. А чтобы их порадовать, нужно на них обращать внимание. Мне кажется, что это те эмоции, которые мы им дарим, которые потом они вспоминают месяцами. А мы можем меня? Конечно. Где-нибудь с нами. Мы договоримся, короче, с тобой. Я выберу каких-нибудь классных болельщиков, и ты меня увидишь на камеру. Все, я буду искать оператора. Какой чаще всего сектор снимают? Семейный. Все, все. Это можно говорить, да? Чтобы они все будут в одном семейный сектор покупать? Все, перехватили. Давай, давай, придумай что-нибудь, Артемочка. И здорово! Но воротарь здорово играет на выходе. Получится из меня генич. И сброс! Ну, свои! На самом деле, я когда маленькая была, точно так же вот кричала, только перед телевизором. Не было возможности на стадион ходить. Совсем не интересные факты обо мне. Поздравляю тебя! Во-первых, давай. Для наших болельщиков сможешь придумать какой-нибудь вопрос, пусть они ответят? Простой, сложный. Я думала, ты скажешь, блин, я не смогу. Так, давай, давай. Слушай, что-то среднее. С каким счетом выиграл Локомотив в прошлом матче с торпедо? Ну, все. Я уже ответила, так. Короче, победила. Что ты ждешь от клуба в новом сезоне? Победа в чемпионате. Вот такие сразу у нас самые высокие задачи. И чтобы еще лучшими бордирами у нас там все становились, да, в сборной тура. Ну, можно еще в финал так кубку выиграть. Вообще, любовь к футболу мне привела дедушка. В 2010 году мы вместе смотрели с ним чемпионат мира по футболу. Атмосфера, игра команды, клуб. История. Потом уже меня завлекло. Я погрузилась в это. И вот в любую погоду на абонемент, на трибуну прихожу болеть с удовольствием. Это очень здорово. Какие-нибудь, может быть, пожелания нашим футболистам на следующий сезон? Болельщикам? Футболистам, ну, чтобы побольше было побед, чтобы не теряли боевой дух, не теряли ухватку и шли дальше. Самое главное, никогда не отчаивались. Академенты Какие планы на отпуск? Работаем. Немножко перетохнем, мы уже скоро начинаем подготовку. Время отдыхать очень мало, поэтому сейчас надо немножко перезагрузиться и уже буквально через две недели начинаем глоб. И вы никуда не едете? Нет. Спасибо большое. У нас настоящий тренер. Изи, спасибо. Все, мы заканчиваем. Мы ненадолго уходим в отпуск, но уже совсем скоро встретимся с вами в новом сезоне с новыми идеями, новыми форматами и новыми героями. Спасибо каждому за поддержку. Мы видели каждый ваш лайф и читали каждый ваш комментарий. Спасибо всем. Пока-пока.